Раша пресса уже несколько дней подряд разгоняет тему дронов, которыми уже кишит небо Московии. Было объявлено о том, что под Свято-Ленинградом на территории заброшенной ТЭЦ произошел мощный взрыв, в результате которого образовалась воронка диаметром 6 метров и глубиной полтора, что характерно, очевидцы утверждают, что как раз в том направлении по небу пролетело сразу 6 дронов. В результате инцидента заброшенная ТЭЦ стала еще более заброшенной, а воронку ликвидировали с участием сил местных Путин-Югенд. В результате на месте взрыва ситуация стала стабильной и даже самоудовлетворительной. Напомним, в Свято-Ленинграде это уже не первый случай и как-то даже пришлось останавливать воздушное движение в гражданском Пулково и на военном аэродроме Междубулково. Тогда тоже никто не пострадал, но инсайдеры сообщили, что все же была обнаружена воронка неустановленного диаметра и глубины. Точнее параметры установили, но сразу строго засекретили. И вот опять инциденты, которые Раша Пресса описывает так. Возле московских аэропортов начали появляться неизвестные беспилотники. Один из дронов замечен в опасной близости от самолета авиакомпании «Победа», который вылетал из Шереметьево. Командир уточнил, что инцидент произошел 22 апреля. Беспилотник пролетел примерно в 120 метрах под его бортом на высоте 600 метров от земли. Такую информацию сообщает не какой-то обитатель питерской подворотни, а пилот, которому по профобязанностям положено бдить. При этом данный пилот помнит не только высоту, на которой летел БПЛА, но и дату, когда это произошло. Подобное видел не только он. На подлете к аэропорту Домодедово пилот Боинга авиакомпании «Нордстар» заметил белый беспилотник. Самолет находился на высоте около 2000 метров, дрон летел ниже. Летчики отчетливо видели дроны, которые двигались в районе воздушных коридоров гражданской авиации. Не доверять пилотам глупо, они видят то, что не могут увидеть простые пассажиры, которые сразу снимают на камеры все необычное. И тем более, они более наблюдательны, чем операторы систем ПВО, потому что оба аэропорта находятся в пригородах Москвы. Почему так происходит, Раша Пресса тоже пытается объяснить. Таким образом, ВСУ выслеживают Путина для того, чтобы потом на него покуситься. И пишут такое. Украинские спецслужбы впервые с начала войны попытались организовать покушение на главнокомандующего российскими войсками президента России Владимира Путина. Киев предпринял попытку в воскресенье 23 апреля, и она закончилась неудачей. Украинские спецслужбы запустили беспилотник UG-22 в попытке атаковать новый индустриальный парк в Подмосковье, куда якобы собирался приехать Путин. При этом публикуются портреты дронов, которые пытались добраться до Бункерного. ВСУ не подтверждают и не опровергают такие сообщения, но, судя по всему, дело идет к тому, что дронов над Москвой скоро будет больше, чем пассажирских самолетов, а воронки диаметром 6 метров появятся даже на Красной площади. Что касается покушения на Пойло, то, скорее всего, его не собирались покушать непосредственно воздушным дроном. Инсайдеры сообщают о том, что попытка состоялась, но не таким способом. Источники сообщают о том, что хакеры взломали программу одного из путинских чемоданов и в нужный момент он сработал в обратную сторону. Охранники учуяли по запаху, что что-то идет не по плану и спасли Путина, но его здоровье оказалось подорванным сразу в нескольких местах. Тем не менее, первый блин стал таким комом, что фюрер еле его перенес. Впереди большая программа. Говорят, что хакеры уже взломали телефон-вертушку. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok